Приветствую вас. Я думаю, что здесь очень важно было бы определить, чего именно вы хотели бы. То есть вот именно определить, что вам нужно. Именно определить цель вашу. Вот. Это, мне кажется, куда более важный момент, потому что от этого все-таки ни много ни мало зависит то, как дальше будет складываться ваша жизнь, да? Вот. То есть чего вы сами для себя хотите вообще? Что вам самой для себя нужно? Мне кажется, что это очень важная такая ключевая достаточно история, которая способна помочь вам увидеть, в какую сторону двигаться дальше. Потому что до тех пор, пока вы не будете отдавать себе отсчета в том, зачем это все, для чего это все, в какой цели вы задаете свой вопрос, да? Ну, я думаю, что ничего хорошего из этого не далось. Да, вы оказались в таком своего рода любовном треугольнике. Ну, очень важно понять, что вы хотите писать. Понимаете? Вы пишите, значит, я забыли, муж перестал уделять внимание, он сам отправился, ему интересно все, что угодно, кроме семьи. Ну, так если муж сейчас отправился, значит у этого все, у этого есть какие-то причины, у этого есть основания. С этими основаниями нужно разобраться, нужно разобраться, почему муж сейчас отправился, после чего он отправился, что на него, условно говоря, повлияло, вот что он отстранился. Это очень важный момент, что произошло между вами. Вы говорите, вместе десять лет, из них четыре с половиной года в браке, да? То есть до этого пять лет вы, получается, встречали. Вот где-то, где-то вот в анализе, в истории ваших отношений стоит ответ на вопрос, почему мужчина так себя начал вести, и почему вы решили выбрать себе любовника вместо того, чтобы поговорить с мужем и принять какое-то решение относительно того, что делать дальше. Если вы выбрали любовника, значит, вы не хотели и, возможно, не хотите до сих пор расставаться со своим мужем. Вот. Возможно, вы до сих пор хотите, и хотите, ну, отношения ваши, вот, как-то сохранить, понимаете? Возможно, я говорю, возможно, потому что наверняка я не знаю, но мне кажется, что пока так. То есть любовник это, как правило, такой достаточно компромиссный вариант. Вот. Любовник это, как правило, такой вариант, знаете, ну, как сказать, типа, ну, ни вашим, ни нашим, да? Так вот. Я не хочу в твоей жизни, к примеру, что-то менять, да? Вот. И вместо этого я просто выбираю такой достаточно легкий вариант, да? Вот. Опять же, нужно понимать, что я вас ни в коем случае не виню в том, что вы, ну, делаете в том, как вы поступаете. Нет, нет такого желания, нет желания, нет цели вас чем-то обвинять. Но, как бы, тонкость вся заключается в том, что ситуация стала возможной именно благодаря тому, что вы не сделали выбор. Понимаете? Вот. И мне кажется, что вот, собственно, сделать выбор, а вам в первую очередь и нужно. Для того, чтобы уже определиться, чего вы хотите, чтобы двигаться в этом направлении. Да, возможно, вы не будете ни с любовником и ни со своему... Да. Возможно, да. Так. Скорее всего, ситуация так и будет складываться, это правда. Но чем? Чем для вас в таком случае? Это плохо. Что вы, допустим, не будете там, к примеру, значит, с любовником своим, да, и вы не будете с мужем. То есть, если для вас это плохой вариант, то давайте в таком случае постараемся определить, чем для вас этот вариант плох. Почему? 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 Вам этот вариант не подходит? К примеру. Да? Вот. Мне кажется, что если данный аспект рассмотреть, если рассмотреть данный аспект, то можно, в принципе, во всем разобрать как следует. Дальше. Так. Значит, муж журнал об этом резко поменял, поменялся, стал заботливым, нежным делать сейчас все, что я просил раньше, тогда он не слышал, а сейчас прям понял. Не понял, конечно, просто он боится вас потерять, его, ну, такое поведение, оно, оно понятно, конечно. Вот, вопрос заключается в том, вот, как вы сами, опять же, к этому относитесь, к тому, что муж сейчас по факту в корне изменил свое отношение к вам. Вот, я не хочу быть мужем, прекрасно, осознаюсь, что любовника, наверное, тоже не нужна, и в итоге не знаю, что делать. Ну, смотри, что-то с вами происходит сейчас, на мой взгляд, связано с тем, что вы не готовы принимать на себя личную личную ответственность за ситуацию, которая в вашей жизни сложилась. Ну, вот, не готовы вы сейчас принимать на себя ответственность. Не готовы принимать ответственность за то, что вас не устраивает, не готовы принимать ответственность за то, что вам не нравится, не готовы принимать ответственность за то, что вы хотите, в принципе, хотите. За все это вы сейчас не готовы, на мой взгляд, это самое ответственное внести. То есть для того, чтобы уверенно, допустим, идти по жизни, вам необходим кто-то. Вам необходим кто-то. Вам необходим, ну вот, в данном случае, вам получатся необходимые силы, вот. Если это так, если это так, то вот с этой самой необходимостью, которая у вас есть, и нужно работать. Почему вам необходим человек рядом с вами, чтобы вы всего-то добили? Почему вам необходим человек рядом, чтобы вы видели смысл в своей жизни? Вот. Не исключено, что за такой большой достаточно срок, чего-то скрывать, вы просто разучились быть одна. И разучились обращать внимание на себя, разучились опираться на себя при принятии каких-то решений. Для этого вы выбираете принятия таких решений, которые, ну, так или иначе связаны с другими людьми. Вот. Здесь очень хорошо бы разобраться с тем, в том числе, как у вас становится любовник. Не с той целью и не в том смысле, чтобы вас обидеть, оскорбить, обвинить и так далее. Нет. А скорее в том смысле, чтобы постараться вас понять. Чтобы постараться увидеть, что стоит за тем, что у вас сейчас появился любовник. Ну, не сейчас, а вот когда он появился. Чего вы хотели? Чего вам не хватало? Не хватало. И по какой причине вы сделали выбор в пользу появления любовника у себя, но не в пользу изменения чего-то более глобального в своей жизни. Что это? Страх, неуверенность, там, что-то еще. Вот с этим вам нужно разобраться. Понимаете? Пока что вы производите впечатление о очень такой сильной жертвы. Понимаете? То есть у вас жертвенная позиция. У вас позиция такая, что вот я не знаю, что делать. А мы с этим я быть не хочу. Это жертвенная позиция. То есть ваши чувства, они безусловно имеют значение, не значение. Они безусловно играют огромную роль. Это так. Но дело не только в чувствах, дело не только в желаниях. Дело еще ко всему прочему-то и в том, чтобы вы несли ответственность за свое решение. Если вы не хотите быть с мужем, хорошо. Готовы ли вы за это отвечать? Если вы, допустим, хотите быть с любовником, хорошо. Как бы готовы ли вы что-то для этого делать? Если бы у вас остались чувства к мужу, хорошо. Готовы ли вы работать над отношениями с ним, с мужем, я имею ввиду. Если да, то как? Если нет, хорошо. Это опять же, ваш полный выбор. Это целиком и полностью ваше решение. Но оно исходит от вас, оно не исходит от кого бы то ни было. Не исходит от меня или других специалистов, других психологов. Понимаете, о чем идет речь? Это, на мой взгляд, очень важный момент. На мой взгляд, это очень важный момент для того, чтобы вы понимали для себя, как обстоят ваши дела. Вот. И, ну, возможно, возможно, вот впервые в жизни возьмете на себя ответственность значит за вот что вам нужно за то, что ну, за то, что вы хотите понимаете. Я думаю примерно так можно ответить на вопрос который вы, который вы задаете. Я очень надеюсь я очень надеюсь что вы сделаете сделаете для себя какие-то выводы. Я очень надеюсь Я очень надеюсь что вы примете какие-то решения которые влияют на вашу дальнейшую жизнь. и если у вас есть некие противоречия если у вас есть некие противоречия если вы в чем-то сомневаетесь если вы в чем-то не уверены если вы чего-то боитесь то ничего страшного мы вам обязательно поможем мы обязательно поможем вам и решим ваши трудности и проблемы на этом все если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве в качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго удачи я надеюсь что ситуация разрешится и вы обретете ту гармонию и счастье которая достоинна